Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «По существу» и сегодня у нас в студии уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике Вячеслав Викторович Рафинов. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемая Елена. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вячеслав Викторович, мы поздравляем вас с назначением на эту очень ответственную и, наверное, очень интересную должность. И, разумеется, первый наш вопрос – то, что сегодня у всех на устах, то, что обсуждает сегодня практически вся российская общественность. Не так давно был принят закон, который вошел и войдет в историю как закон Димы Яковлева. Отношение к нему очень неоднозначное. Вы, как детский омбудсмен, какие видите плюсы и какие видите минусы этого закона? Действительно, в последнее время в средствах массовой информации очень много дискутируется о законе Димы Яковлева. Хотя этот закон, он одна статья только запрещает усыновлять российских детей-сирот американскими гражданами, американскими семьями. Ну, к теме нашего сегодняшнего разговора все-таки больше всего относится как раз вот эта единственная статья, касающаяся усыновления. Да, наверное, абсолютное большинство детей, усыновленных гражданами Соединенных Штатов Америки, наверное, там по новому адресу, с новыми родителями живут и благополучно. Но в то же время, уже как отмечалось не раз, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павелу Алексеевичу Астахову, да и другими, невозможно проконтролировать условия жизни и условия пребывания наших детей на территории Соединенных Штатов. К сожалению, кроме положительных примеров, встречаются и отрицательные примеры. Я могу привести один пример, касающийся нашего ребенка, усыновленного из Канарского детского дома. Этот ребенок, 16 лет ему, он вернулся в этом году, в конце мая, сюда, к брату, в Чувашскую республику. Его приемные родители ему обещали, что ежемесячно будут высылать и деньги, и билет на обратную дорогу в конце августа в Соединенные Штаты. Но, к сожалению, как только он приехал, приемные родители прервали с ним связь. Он не может до них дозвониться. Последний раз разговор у него в начале июня состоялся. Они сказали, что он им надоел и так далее. И, значит, сегодня он не может к ним обратно вернуться, хотя он усыновлен и член их семьи, их ребенок получается. Поэтому еще раз я хочу сказать, да, абсолютное большинство, наверное, там проживает в хороших условиях, но, к сожалению, встречаются и случаи, когда вот, в случае отказа родителей. Говоря об этом законе, нельзя не сказать, что Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, одновременно с этим законом подписал еще указ, указ, направленный на улучшение условий детей, проживания детей-сирот, улучшение возможности усыновления наших российских детей, прежде всего, в российские семьи. Много внимания уделяется усыновлению вот детьми, детей нашими семьями. Об этом хотя бы говорит закон нашей республики, который принят в октябре прошлого года, о единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим, удочерившим ребенка на территории Чувашской республики. И, значит, тут единовременные денежные пособия устанавливаются на каждого усыновленного ребенка в размере 300 тысяч рублей. И плюс к этому... Практически материнский капитал. Ну да. И плюс к этому еще выплачиваются ежемесячные пособия, и усыновленным родителям выплачивается, можно сказать, заработная плата за то, что они содержат в своих семьях... Берут на себя вопросы воспитания, содержания детей. Эти размеры ежемесячных пособий на детей, он в зависимости от возраста ребенка разный, но эти пособия, по крайней мере, выплачиваются регулярно. И, наверное, вот у нас, да, немножко не привыкли наши семьи еще до сих пор. В прошлые годы меньше внимания вот уделялось вопросам усыновления. Но сейчас уже наши семьи тоже больше интересуются этими вопросами. В республике ведется единый банк данных детей, кого можно усыновлять. И ведется единый банк данных семей, которые готовы усыновить детей. Эти данные, они постоянно обновляются по мере появления детей, которые нуждаются в усыновлении. И по мере появления семей, желающих усыновить. Вячеслав Викторович, Вы наверняка, прежде чем занять эту должность, все-таки как-то постарались выяснить, какова ситуация в нашем детском мире. И проблема усыновления – это далеко не единственная проблема детства, которая отмечается не только в нашей республике, но и во всей России. Вот что бы Вы хотели еще назвать в качестве приоритетных задач ваших, как областмены? У меня задача. Последние 20 лет, кроме 2012 года, предыдущие годы, они ведь у нас в республике, как и в целом по России, отличались тем, что у нас рождаемость ниже, чем смертность. Здесь можно сказать, что не пополнялась численность населения России и Чувашской республики. С одной стороны, очень приятно, что в 2019 году у нас больше, чем на тысячи детей родилось, чем умерло наших жителей. И поэтому очень важна ценность, очень важно сохранить и жизнь, и здоровье детей, которые родились. Все дети должны быть желанные, все дети должны быть здоровы, и все они должны жить. И жить долго, и благополучно должны быть в обществе. И вот на этом фоне меня беспокоят, прежде всего, иногда безответственные отношения некоторых родителей к своим детям. Беспокоят вопросы безопасности наших детей, вопросы безопасности на улице, в учебных заведениях, в школах, в детских садах, на дороге. И, значит, мы все знаем, что, к сожалению, детский травматизм, он продолжает оставаться актуальным. Вот даже взять вот один короткий промежуток, в течение пяти дней декабря, 21-25 декабря, это вот очень хорошо было наглядно, У нас произошли четыре автопроисшествия с участием детей. К счастью, дети живы, и эти автопроисшествия произошли вот на автодорогах, если в Чебоксарах, если в городах проводятся с детьми занятия по правилам дорожного движения. Вот я почему хочу обратить, эти происшествия дорожные в декабре произошли на сельских автодорогах, и дети переходили дорогу со взрослыми. Бабушка и мама в двух случаях погибли на месте происшествия. А дети переходили дорогу... Ну, взять хотя бы последний случай, когда автобус перевернулся. Вот явно не дети виноваты в этом ДТП. К сожалению, вот последний случай на территории Марийской Республики перевернулся автобус с нашими детьми и с родителями, которые возвращались из Казани. Тут тоже, наверное, автопредприятия, которые перевозят наших детей, должны быть более ответственными. Водители, которые перевозят детей, должны быть более ответственными. Вячеслав Викторович, отдельный вопрос – это дети-инвалиды, соблюдение прав детей-инвалидов. Что, по-вашему, необходимо сделать в нашей Республике, чтобы ребята с ограниченными возможностями здоровья перестали чувствовать себя ограниченными в своих правах, чтобы они жили обычной, нормальной, полноценной жизнью? Наверное, тоже в этом направлении много делается, но в то же время еще и много нужно сделать. Во-первых, надо принять меры к тому, что как можно меньше должно быть детей-инвалидов. Не допускать, чтобы дети вследствие травм, болезней становились инвалидами. Но, к сожалению, если они уже инвалиды, то, наверное, надо принимать все меры. И принимаются эти меры, чтобы для этих детей доступно было все то, что доступно обычным детям, здоровым детям. Это и образование, это и охрана здоровья. Они должны посещать и школу, и детские дошкольные учреждения, и библиотеки, и кинотеатры. Говорим, должна быть везде доступная среда. В этом направлении делается много. Ну и дальше надо продолжить эту работу. Тут еще много, что надо делать. У нас хорошие на фоне других регионов реабилитационные центры. Эти реабилитационные центры как в системе Министерства здравоохранения и социального развития, так и в системе Министерства образования. Возможностями этих реабилитационных центров, если спокойно, без проблем, могут пользоваться дети, проживающие в Чебоксарах, в Новочебоксарске, то надо принять меры, чтобы дети, проживающие в сельской местности, тоже могли проходить реабилитацию в этих центрах. Вячеслав Викторович, ну, дела у Вас чувствуется достаточно. И если вдруг у кого-то из телезрителей прямо сейчас возникли вопросы, где Вас искать? Значит, наш телефон в рабочее время, там, постоянно отвечающий телефон, это 624105. И мы на сайте органов государственной власти Чувашской Республики, там прямо уполномоченные по правам ребенка в Чувашской Республике, это там, в разделе, где Министерство и Ведомство. Наш сайт там, электронный, так что с нами можно и электронным путем связаться. А попасть на прием? На прием, плановый прием по записи мы ведем по вторникам еженедельно с 3 часов до 18 часов. Если, значит, не все желающие попадают, мы еще плановый прием ведем и в среду при необходимости точно так же, правда, в среду с 16 до 18 часов. Но если к нам кто-то приедет, мы его и без очереди принимаем, проблем нет. Мы находимся в здании администрации главы республики по адресу Президентский бульвар, дом 10. Что ж, Вячеслав Викторович, со своей стороны мы готовы помогать вам всем, чем можем. Спасибо. Рассчитывайте на нас. И я напомню, уважаемые телезрители, что сегодня нашим собеседником был уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Вячеслав Викторович Рафинов. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Спасибо.